Когда-то давно, по-моему еще тогда учился в школе, я был на выступлении какого-то гипнотизера. Публика сидит в зале, гипнотизер выходит на сцену и говорит, поднимите руки над головой. Все подняли. А теперь сцепите пальцы ваших рук между собой. Все сцепили. А дальше он говорит, сейчас я засчитаю до трех, и когда я скажу три, вы не сможете расцепить ваши пальцы. Я так понимаю, что в самом начале он сказал поднять руки над головой, для того, чтобы ему потом было видно, кто смог расцепить, а кто нет. И тех, кто не смог расцепить, он пригласил на сцену и под гипнозом заставлял их выполнять разные команды. Так вот, мне кажется, что человека, у которого есть предрасположенность к внушению, вообще без разницы, какими идеями зомбировать. Потому что, ну вот скажите, чем по большому счету отличается бесплатная работа на субботнике или на летней практике в школе во времена Советского Союза от бесплатного обслуживания бабы в наше время? Ведь те, кто так скучает по совку, сами говорят, что тогда все было государственное. И эти же люди говорят, что сейчас бабы принадлежат государству. Так в чем тогда разница?